Уже мы с тобой в предыдущем эфире не затронули тему протеста в Грузии, а подоспела новость. Я вам её сейчас зачитаю. Выступил буквально вчера вечером, поздно уже, премьер-министр Грузии Ираклии Грибашвили. И он, значит, сказал, я его процитирую, принимается... Фейгина эти ваши. Да, вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, я замечу. Украинские политики, Арахамии, какие-то грязные неудачники. Это я. Я грязный неудачник. Которые говорят, что нужны изменения, переворочные являются прямым вмешательством. Нет, Фейгин, я не приписываю. Ты Фейгина, я грязный неудачник, это я. Это ты, да. Ты анонимный. С отгрязным неудачником. Ну, ты такой грязный в каком-то смысле. Ну, ладно, не будем. Во внутренние дела Грузии мы все вмешались, сказал Грибашвили. А мы как бы не прокомментировали с тобой итог протестов, а проблема в том, что я, честно говоря, мне сообщили, что, значит, польские медики приехали в Тбилиси, я думал, их пустили к Саакашвили. Ты знаешь, каким я с удивлением узнал, что их не пустили к Саакашвили, этих польских медиков. А я напомню, министр, премьер-министр Моровецкий предлагал вообще забрать Саакашвили домой. И вот тут такая эскопада со стороны Грибашвили. Ну, бог, ладно, со мной, что с меня, с блогера взять. Но эта отповедь такая, что вы даже не надеетесь и не рассчитываете, что последствиями протестов и того, что они откатили закон, два закона проекта о иностранных агентах иностранном влиянии, что это вообще для вас хоть какой-то создает шанс на, так сказать, отпуск к Саакашвили, пусть это даже не главная в тренде повестка для протестующих была, но все равно не будет никаких вообще дальнейших выборов досрочных, коллекционного правительства и так далее. То есть это сигнал в эту сторону, ну и в форме, в которой он себе мог все подать. Да ради бога, мне как бы, особенно тебе, что мне сгусила, да, что они там говорят. Но вопрос все-таки перспективы. И конкретная судьба Михаила Саакашвили, сегодня на Sky News появилась информация. В общем, в общем, в очень плохом состоянии письмо он вынес, что у него проблемы с костями, уже вес 60 почти. Если вниз уйдет, то там полиорганная какая-то недостаточность начнется. Ну и все продолжается, ничего не меняется. Значит, у меня был эфир вот буквально накануне на прошлой неделе в ходе протестов выступала его мать Саакашвили, Геолия Ласани, там Хатя Дикановидзе выступал Коба на Копе. Они из депутата парламента, из оппозиционной этой фракции ЕНД и так далее. Ты как видишь развитие ситуации, постфактум протестов? К чему она должна теперь прийти с учетом всего, что произошло? Ну, по закону об иноагентах, это была только часть попытки авторитарного развивата Грузии. Читайте про Брюкс. Вторая попытка – это судьба самого Михаила Саакашвили. Я так понимаю, они закусили его дела, выпускать его не будут и ведут дело к его смерти. Не будут. Его ведут и дело к его смерти. Посмотрим, что будет с Грузией после его смерти. Потому что это событие огромного, если оно не дай бог случится, это событие огромного символического значения. И понятно, что Грузия должна всколыхнуться. Я думаю, что даже те, которые не имеют претензии к самому Михаилу Саакашвили, как политической фигуре, а такие есть в Грузии, чего уж там говорить, они, тем не менее, я думаю, их шокирует и поразит просто наглое циничное убийство человека в тюрьме. Медленное причем. Это убийство с непрерывной пыткой, скажем так. И вот тут я уже не берусь, как судить, во что выльются эти, могут вылиться эти протесты. Потому что если закон об... И Запад тоже скажет свое слово. Запад безусловно. Он уже предупредил, открыто, публично их предупредил, что будет, если чего. Вот эти товарищи, видимо, решили... Но напоминаю, что закон об агентах можно откатить, а смерть человека, которого вы убили в тюрьме, откатить уже нельзя. И как бы кому-то самим не стать грязными неудачниками после этого. Очень грязными неудачниками. Которых уже не отмоешь, и их будут отмывать совсем другие перцы. А в других местах их будет мыть. Нет, мы все время призываем их подумать. Вот удивительное дело, все время, говорит, не совершайте ни идиотских поступков. Остановитесь, у вас есть отлично для этого. Смотри, Россия возбудилась. Они прямо вот с учетом того, что заявил Симоньян, то, что упомянул, что можем и каракетами. Там масса заявлений, выстоит ли грузинское проект. Молодцы. У нас есть отлично для грузинское проект. понимаешь что она должна вот выдержать этот натиск запада там я не знаю кого там ссоры с америке западных денег фондов юсей да там кого еще нужно выстоять и двигаться своим курсом понятно что под ним предполагается в сторону россии вот эти мнения и все это происходит то есть никаких выводов уроков они не вынесли такое ощущение странное какое-то безмозглое и если не дай бог это смерть произойдет то и хвалифицирует однозначно как авторитарный режим я думаю что все будет весь набор река некоторых некоторых польша не любит стесняться страны балтии они дают оценки такие как они дадут оценку крайне жестко в этом в этом отношении но это означает персональные санкции мне кажется а уж что будет делать грузинский народ я даже судить не берусь посмотрим но то что международная реакция прогнозируемая весьма и она будет крайне жестко и персонализированная не сомневаюсь на секунду но кроме того поплатится вся грузия скорее всего ни о каком есть она то можно убежать будут свернуты все программы наложены персональные санкции я так подозреваю именно этого добиваются но здесь уже слово грузинского здесь уже слово для сомневаюсь к вам и и и и и и и и и